9 февраля в России отметят День гражданской авиации. А вот сегодня в Ульяновске выявляют лучших в небе. Это федеральный конкурс, с участниками которого становятся самые достойные курсанты летных вузов страны. А тех, кто живет Пятым океаном, репортаж Артема Петрова. В аудиториях Ульяновского института гражданской авиации сегодня абсолютная тишина. За партами будущие пилоты, курсанты летных вузов со всей России. Они участники федерального конкурса «Лучшие в небе». В первую очередь проверяют знания теории. Каждый институт пытался представить тех ребят, которые теоретически и практически одни из лучших. Сегодня мы увидим результаты, и я уверен, что они будут очень высокие. Лучших в небе выявляют и на практических занятиях. Проходят они здесь, в тренажере. Это полная имитация кабины самолета «Сухой Суперджет-100». Тренажер уникальный в мире. Таких всего лишь 4 единицы. Впервые за сайт «Стик или» по другому боковую ручку управления «Суперджета» сели курсанты из Ульяновской, Рязанской, Саратовской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Первый полет на уникальном тренажере конкурсанты проводят с инструктором. Самостоятельно поднять лайнер в небо им предстоит уже под пристальным взором экспертной комиссии. Самолет пилотируется очень хорошо, но он достаточно легкий в управлении. Я считаю, что переучиваться на него будет достаточно легко. В небе, а точнее на тренажере, конкурсанты находятся 36 минут. За это время нужно выполнить все указания экспертов. Если в начале погодные условия близки к идеальным, то постепенно задача усложняется. Нижняя граница 200 метров облачности и видимость 2 километра. В авиации это уже считается сложным метеорологическим условием. Среди летных вузов тренажер российского суперджета есть только в Ульяновском институте гражданской авиации. Однако обучение местные курсанты проходят совершенно на другом типе воздушных судов. До этого мы сидели только на наших самолетах первоначального обучения. Все участники в равных условиях. И еще одна особенность. Среди конкурсантов практически нет возрастных ограничений. Главное, чтобы они представляли выпускной курс своего вуза. После первого дня испытаний будущие летчики делают выводы. Каждый анализирует свой полет. Есть что повторить. Есть над чем поработать. Ну и есть вещи, в которых утвердился. Промежуточные итоги подведут по окончании трех испытательных дней. А вот огласят имена лучших в небе 6 февраля в столичном Крокус-экспо. Артем Петров и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.